Общественник, человек с активной жизненной позицией, несмотря на свой юный возраст, уже прям, ну, оставивший с собой большой след из замечательных дел, я абсолютно в этом уверен, Владимир Михалёв. Владимир, здравствуй. Здравствуй. Правильность выбора я исключительно укрепился, потому что первые месяцы учёбы, первые недели, первые месяцы учёбы, это была какая-то абсолютная эйфория, потому что, во-первых, предметы оказались сразу по профилю и сразу очень интересные. Всё происходит в рамках условного тура. Отправляются несколько делегаций туда, несколько волонтёрских миссий, и мы были в этом году первые из них. Редиск, петрушка, укроп, лук, чеснок и когуст. О свободе и внутренней силе человека значатся на обложке. Что же за ней скрывается? Сейчас узнаем в рубрике «Совсем обозрело». Всем привет! Вы на канале Телемикс. Это программа «Есть Тудэй». С нами наш постоянный партнёр группы предприятий «Янта». «Янта» – полезные продукты для всей семьи. «Янта» – майонез, сделанный с душой, только из натуральных продуктов, выращенных на собственных полях. Для ценителей качества, по ГОСТу, такой нежный, такой густой «Янта» – есть вкусно. Друзья, мы приветствуем вас всех в нашей уютной студии. Мы – это канал Телемикс, программа «Есть Тудэй» и ведущие Евгений Михайлов и... Ольга Муравьёва, здравствуйте! Да, доброго утра к всем, кто ещё не проснулся. А чтобы хорошо проснуться, надо выпить прекрасного чая или кофе, кто там что предпочитает. Жень, я сегодня отвечала на один очень важный вопрос, нашла его в интернете. Какой? Задам тебе. Ты должен ответить. Как приготовить заливного осетра? Заливного осетра? Это, наверное, из той же области, как и из Терли-Уху, да? Вот, я тебе на него отвечу следующее. Да. Когда-то, в студенческие годы, мне однокурсник привёз удивительное какое-то вот блюдо из Хабаровска. Ну вот, я его пробую, ничего ему понять не могу. Что ем? Что-то, да, что ем. То ли мясо, то ли рыба. Невероятно вкусное, действительно, оно вот покрытое вот этим вот самым желе. И он мне говорит, а знаешь, что ты ешь вообще? Я так небрежно. Что там можно у вас в Хабаровске такого приобрести, да? Но всё равно вкусно, понимаешь, да безумие. Он говорит, это как раз то самое заливное из осетрины. И тут, ну, я понимаю, что мы все воспитаны в советском детстве, где это считалось, что чем-то очень таким... А у меня ответ, который был на этот вопрос в интернете, он гораздо проще. Нужно взять ментая и заливать, что это осётр. Это всё потому, что сегодня всемирный день общения, а общение зачастую процентов на 80 состоит из переливания информации. Да. Да, по ушам. Поэтому пошутить хотела, а ты мне стал, правда, рассказывать, что ты пробовал похожее что-то. Ну, поскольку, видишь, какие яркие ассоциации. Вкусно тебе ли было? Ой, ты знаешь, я думаю, а вот у нас же в Приморье что-то подобное есть. Какой-то осётр начал изучать эту тему. На Ханке был. Потом его вроде бы как даже извели. И, представляешь, на Ханке даже вводилась осетровая Калуга. Нет, стоп. Да, Калуга. У них Белуга на западе, у нас Калуга. В общем, как сообщали, 11 метров в длину достигала. Она, мне кажется, могла людей есть. Ну, она как-то вот в озере с трудом помещалась, но чувствовала себя, как утверждали рыбаки, при этом хорошо, а она вот не высовывалась. Женечка, прерву тебя. У меня будет тоже история про большие рыбы в водоемах. А мы давайте пока посмотрим новости. Друзья, вот такие вот новости. Мы продолжаем нашу рыбную историю. Сегодня как Всемирный день общения. Поговорим. Вот я свою историю рассказал. А у меня есть страшная история. Какая? Я в детстве прочитала историю в каком-то журнале, как самы, которые обитают в озерах, едят людей. Ну, кстати, это была популярная тема, да. Я там в газетке тоже какую-то читал. А я же очень мнительная. И с тех пор это было очень давно. Но всякий раз, когда я спускаю ноги в какой-то водоем, на море почему-то не боюсь. Там, ну, колбается акула, ее сверху видно. А когда это вот какой-то, где вот не песочек под ногами, тина, вот ил какой-то, я не могу, стоит коснуться ногой, не знаю, кто-нибудь рядом стоит, у меня сразу панический страх, что у меня пролыло сом есть. А я и не планировала. Представляешь, насколько в детский мозг проникла эта история? А ты видела их вот в натуральной величине? Там даже в том рассказе фотография была. Поэтому я поняла, что в такого сама я вполне помещусь. Вот. Ну, на тот момент, да, но сейчас-то это вряд ли. Но они же тоже очень большие вырастают. Они-то вырастают большие, но у них не под это заточено пасть. Я понимаю, что они едят другую пищу и все прочее, но может быть же стечение обстоятельств, там, не знаю, голод, холод. Плохое настроение. Плохое настроение. Да, от недостатка общения. То есть он всплыл, он, может быть, и есть, и не собирался просто пообщаться. А тут человеческая нога. И раз, и все. Помнишь истории, когда акулы нападали у нас тут в Приморье? Как бы кто бы говорил, что такое возможно? Ну, а потом ученые начали говорить, что ой, вы знаете, они тут есть, оказывается. Мы просто как-то вот предпочитали. А то, что течение у нас теплое, и вообще у нас это вообще невозможно. А за одно лето сколько было? Три случая или два? Я не помню уже, это было достаточно давно. Ну, страшно было. Но то, что не один раз, это правда. То есть теперь я должна еще и на море бояться. Ну, вот черт. А я, кстати, вот после этого на море стал как-то, особенно, вот в 6 утра, вот пойти еще только рассвет как раз... Искупнуться? Да, искупнуться, пока нету никого. А думаешь, вот здесь-то нету никого, а там-то уже вполне себе кто-то может быть. Вот, поэтому, ну, такие все... Не люблю вот эти вот штуки, где когда на тебя может кто-то покусать. Ну, в любом случае, все, что не происходит на природе, вот для тех, кто в этой природе витает, это история не про покусать, а вполне себе нормальный, кстати, природный уровень того самого общения. Ну да. Они так между собой строят. Ну, между собой-то стройте, ну, что же вы с людьми хотите общаться, когда человек-то и не рассчитывал. А человек взял и решил себя из природы так немножечко обоцебить. То есть я уже, ну... Наверное, он стал таковым, потому что в какое-то утро начал делать, друзья, утреннюю зарядку, чего мы вам желаем, так что делайте и не переключайтесь. Здравствуйте, меня зовут Соня Чурсина, я педагог в современной хореографии. И сегодня мы с вами проведем растяжку на спину. Нам нужно лечь на живот. Мы ставим руки на уровне груди. Ноги мы кладем либо на подъем, либо ставим на пальцы. И максимально себя вытягиваем на руках. Голову можно запрокинуть на удар. Опускаемся вниз. Также можете в процессе подвигать ближе руки. И опять вытягиваемся. Не поднимаем плечи. Плечи максимально нужно опустить. И опускаемся вниз. Теперь нам нужно сесть. Мы сейчас будем подниматься на руках по очереди. Сначала я буду подниматься с опоры на правую руку. Я поднимаю таз. Делаю столик. У меня тело максимально идет ровно. И я завожу руку назад. И стараюсь потихоньку выпрямлять колени. А рука у меня тянется. Затем я меняю руку. Также выравниваюсь через столик. И уже правой рукой тянусь. Теперь мы делаем обычный мостик. Можно с положения стоя, можно с положения лежа. Ставим руки. И вытягиваемся на руках и ногах одновременно. И опускаемся. Сегодня мы с вами размяли нашу спину, потянули ее. Занимайтесь своим здоровьем. Будьте всегда в форме. Ну что ж, мы продолжаем наш эфир. И, Женя, я сегодня обнаружила, что сегодня, ну, такой, наверное, для многих людей очень знаменательный день. День советской печати. Я вспоминаю, когда я была маленькой, как много нам по почте приходило каких-то журналов. Мурзилка, каких-то работниц, сельская новь. Эти газеты у нас была, районная газета вперед, она, кстати, до сих пор существует. А вот это все уже как будто бы не модно. Да, моделист, конструктор, техника молодежи, крылья родины. Ну, в этом же была какая-то прелесть. Листать, ждешь свежий журнальчик. Запах типографской краски. Вот это вот. И вот эти вот яркие, действительно яркие картинки. Да. А еще же тогда это не продавалось, ну, по крайней мере, там, где я жила. И это был праздник, ты знаешь, что получил журнал Мурзилка, ты его изучил, почитал. И примерно понимаешь, что через там три недели, две можно снова ждать, заглядывать в почтовый ящик. Я, кстати, недавно обнаружил, что очень много, ну, на интернет-аукционах антикварные газеты и журналы продаются и по-прежнему имеют определенный спрос. То есть, если кто-то, ну, я вот так покупал журналы совсем недавно, которые вот в детстве читал. То есть, это, друзья, рекомендую. Если хотите вспомнить былые времена, то вот покупайте эти журналы, уйдете в чтение с головой. И ты такой, как царька, чей над златом чахнешь? Ну, это уже считается очень ценная, наверное, история? Да нет, не столько ценная. Она ценная, в первую очередь, для тебя. Поскольку стоимость журнала, допустим, какой-то там моделист-конструктор, или там она выше там 100-150 рублей, как-то вот она не понялась. Но номера в сохране свежайшем, вот просто как будто бы не было тех десятилетий. Ну, возможно, их кто-то почитал разок и положил. Да. Почему бы и нет? Мне кажется, нынешнее поколение нас, конечно, не поймет, у которых все в телефоне, и они не понимают бумажную литературу. И представляешь, они потом тоже лет 20-30 будут телефоны старые. Память, память от телефона продавать. Да. Там же вот тот вариант. Кстати, а еще сегодня, между прочим, международный день Хокку. Что такое Хокку, ты знаешь? Я сейчас такая сижу, кручу в голове и понимаю, что я знаю, но эта информация сейчас не в моей голове. Вот смотри, 5 мая, сакурой пахнут стихи, празднуем Хокку. Все, теперь вспомнил. Теперь вспомнил. Да. Я когда в школе, ну, первый раз прочитал этот стих... Цитировать, может, ты будешь даже? Нет. Вот, кстати, вот есть некоторые таланты, которые прям на ходу, вот в этом жанре, так умеют складывать слова. У нас как-то в группе рабочей кто-то, мне кажется, это делал. Не помню. Ну, это... Друзья, мне тут подсказывают, что Хокку особенно хороши в любую погоду, впрочем. А какой погоды будет, сейчас мы и узнаем. И переключайтесь. Итак, что для нашего заливного из ситров необходимо? Яблоки и яйца, в принципе, достаточно стандартно. Подожди, еще молоко, мука от ямточки от нашего партнера. А что в итоге-то получится? В итоге у нас будут, представляешь, смотрю на яблоки и хочу сказать, банановые оладьи, я, кажется, научилась... Заливать, 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 научилась, осталось готовить. Вот, ну, все очень просто, трем яблоко, все смешиваем и жарим. Должно быть вкусно. Жень, а сегодня еще, знаешь, день, международный день принцесс. Какая тебе сразу приходит принцесса в ассоциации в голову? Ты знаешь, вот сейчас вот никакая, поскольку... Потому что мультики не смотрела. Да очень давно. Жасмин. Принцесса на гороши мне подсказывает. А, видишь? Кстати, да, вот была такая. Жасмин, потом Золушка, Золушка. Жасмин, это же певица, ну что ты? Нет, ну такой мультик есть, Аладдин. Точно. Такие штанишки у нее синенькие, красивые волосы длинные. Да, интересно, чтобы на Востоке сказали, вот, ну, там, в штанишках так вот дефилировала бы. Вот, потом, кто еще из принцесс? Кто еще из принцесс? Она, наверное, вот... Слушай, принцесса Диана. Это вот была такая одна из последних, которая... Общественность очень любила. Да, да, хотя вот мне до сих пор непонятно, почему. Ну да ладно. Почему? Ну она же очень много делала, у нее была активная общественная деятельность. Надо будет поподробнее изучить. Она же, я читала как-то, она, прям у нее была благотворительная, гуманитарная всякие миссии. Она ездила в страны неразвитые, а там спасала людей и все прочее. Она молодец. Да. Поэтому тут мы нашли. Так, ну, смотри, здесь, я так понимаю, это блюдо, которое мы будем готовить, оно подойдет в том числе... Что значит мы, Евгений? Вы же примазываетесь к моим заслугам. Так, к чему? Попивать не белое вино, кстати, сегодня день белого вида, но чай. Вкусный чай. Цветом весьма похож. А про принцесс... Здесь это все надо перетереть, да, получается? Это все на терочке, да. А про принцессы я еще вдруг подумала, что когда у меня родилась дочь, я решила... Естественно, я хотела очень мальчика, и упорно всем говорила, что у меня будет сын, но как бы не случилось. И я такая думаю, ну ладно, будет носить на крахмаленные платьишки, будет мне принцесса. Но тут как бы тоже не получилось, и вот как-то, в общем, я расстроена. Принцессы не для меня. Она даже в игрушки не играла в принцессы. Ну, ничего не мешало смотреть тебе все равно. И даже сейчас мультики про Аладдина как бы... И носить на крахмальные платьицы, да? Именно. Так, да. И черевички красивые, черевички. Слушай, для Аладдьев, я так понимаю, еще нужна какая-то мука, друзья. А что именно нужно, мы обязательно узнаем, но после рекламы. Всем привет, вы на канале Телемикс. Это программа Есть Тудей. С нами наш постоянный партнер группы предприятий Янта. Янта – полезные продукты для всей семьи. Янта – майонез, сделанный с душой. Только из натуральных продуктов, выращенных на собственных полях. Для ценителей качества, по ГОСТу, такой нежный, такой густой, Янта – есть вкусно. Друзья, всем привет. Вас приветствует Евгений Михайлов. Программа Есть Тудей со мной. Сегодня вот такая замечательная компания. Ольга Муравьева. Как там, Аладушки? Готовы уже? Нет? Уже жарятся. Ну, в общем, времени у нас еще предостаточно. Нам бы его чем-нибудь занять. Сегодня все-таки день общения. Общаться нужно с людьми, которые есть, что интересного рассказать. Этим критерием полностью отвечает наш гость. Общественник. Человек с активной жизненной позицией. Несмотря на свой юный возраст, уже прям, ну, оставивший с собой большой след из замечательных дел. Я абсолютно в этом уверен. Владимир Михалев. Володя, здравствуй. Здравствуйте. Я когда узнала фамилию Владимира, я думала, как созвучны ваши фамилии? Михайлов Михалев, прикинь. Да, вот у меня был сослуживец в армии, нас путали периодически. Вот. Да, он умел играть на гитаре, я скрывал это. Владимир к нам, между прочим, приехал из Владивостока. Да. Студент ДВФУ, правильно? Да, верно. А какой курс? Первый курс – политология. Интересный выбор. А что можно для себя извлечь из этой дисциплины, из этой науки вообще? О чем она? Прежде всего, это не просто дисциплина, это целый комплекс дисциплин, который, ну, по сути, свои фундаментали. То есть, мы изучаем как историю, психологию, тем более, истории у нас целых три, введение в политическую теорию, то есть, то, как работает власть, все властные отношения и тому подобное. И эти знания во многом, они представляют собой знания о мире и обществе как таковом. Вот. Откуда проснулся такой интерес? Вроде бы все хотят, когда-то хотели стать юристами, экономистами, сейчас все хотят войти в сфере, как-то развиться. А здесь вот такие серьезные стремления. Откуда? Ну, я еще с детства интересовался историей, и мне эту любовь к истории привели мои родители, за что им огромная благодарность. Потом это перешло уже в школьном курсе к обществу знанию, и к этим научным дисциплинам я вполне себе прикипел. И когда уже встал выбор о том, на кого поступать, с чем связывается будущая жизнь, я выбрал продолжение, скажем так, этих двух дисциплин, а именно политологию. Я бы сказал, развитие школьной программы в таком проявлении. Ну, здорово, когда человек уже в каком-то классе, например, в 10-11-м знает, кем хочет быть. Я прям восхищена, у меня так не было. А вот иногда бывает такое, что вроде бы кажется, что хочешь пойти вот именно туда, да, получить те самые знания. Приходишь в учебное заведение, и твоя картина мира портится, рушится, потому что действительность оказывается совершенно иной. Произошел ли такой период, момент разочарования или нет? Укрепился в правильности выбора? Скорее второе. Вот в правильности выбора я исключительно укрепился, потому что первые месяцы учебы, первые недели, первые месяцы учебы, это была какая-то абсолютная эйфория, потому что, во-первых, предметы оказались сразу по профилю и сразу очень интересны для меня. И преподавательский состав просто какой-то замечательный, потому что все квалифицированы специалисты своего дела, все при каких-то научных званиях и могут вполне себе достойно донести знания, которые должны преподаватели доносить для своих подопечных. Интересный момент. И вот просто вопрос сразу. Студенты по политологии, профессоры. А приходят ли к вам реальные политики из реального политического сектора, чтобы поделиться некоторым опытом, ну хотя бы просто в качестве ознакомления? Или, может быть, ребята ходят к ним в гости куда-нибудь там, в приемные какие-нибудь? Вопрос на самом деле актуальный, потому что ситуация такая, что и мы ходим в гости к действующим представителям власти, и они к нам приходят регулярно на какие-то семинары или круглые столы, потому что наша кафедра регулярно проводит такие мероприятия, как круглые столы по разным темам. У нас были круглые столы по Конституции России, по ее истории, по ее отражению в текущей действительности. У нас были круглые столы, посвященные единому дню голосования, вот недавно прошел буквально. И на каждое из таких мероприятий приглашаются эксперты, действующие политики, действующие сотрудники избирательной комиссии. То есть вы можете установить даже какие-то определенные контакты. Но помимо этого, наверняка же, активная деятельность не ограничивается у вас семинарами, встречами за круглым столом. То есть если вы ходите в гости, то значит вы принимаете участие в чем-то. Ну я вижу, что, во-первых, у Владимира очень знатная толстовка. Ты в рядах активистов Молодой Гвардии, правильно я понимаю? Да, точно так. Ну как раз таки, именно когда я поступил на первый курс, переехал сюда, в Владивосток, недостаточно было просто какой-то активности в рамках университета. И тогда я вышел на Молодую Гвардию Единой России. Молодая Гвардия – это молодежная организация, это волонтерская организация, которая, во-первых, ну прежде всего, что я выделил для себя, она занимает молодежь. И занимает правильными делами. То есть в текущих условиях это, допустим, помощь семьям мобилизованных граждан. Это сбор гуманитарной помощи каким-то пострадавшим или точно так же сбор гуманитарной помощи для наших военнослужащих в зоне специальной военной операции. Это проведение каких-то конкурсов, мероприятий для школьников и детей дошкольного возраста. И это постоянная активность в школах, направленная на какую-то спортивную деятельность, либо на деятельность просветительскую. То есть организовать какой-нибудь там футбольный матч между школами или классами, то есть вы вполне себе способны. Да. Угу. Очень интересно. Мне кажется, мы плавно подошли к главной теме, которую хотели обсуждать сегодня. Да. Владимир у нас не так давно вернулся из зоны спецоперации, с гуманитарной миссией вы куда-то туда ездили. Расскажи, пожалуйста, про это. Да. В конце марта, в начале апреля я был в Донецкой Народной Республике, в городе Донецке, в составе гуманитарной миссии Молдой Гвардии. Угу. Помочь нашим ребятам там, потому что, как известно, скорейшее завершение специальной военной операции – это исключительно, я считаю, благое начало и благое свершение. Вот. И поэтому, как только предоставилась возможность, мне предложили, сказали, собираются сейчас, набираются волонтеры для отправки туда. Я, так как решение уже принял для себя давно, практически неразумывая, поехал туда. Чем заняты нынешние волонтеры в тех довольно непростых условиях? Деятельность довольно-таки разношерстная, потому что все варьируется от города. Да. Молдогвардейцев отправляют в Луганск, в Донецк, в Мариуполь, в Мелитополь. Ну, кстати, справедливости ради, моя миссия волонтерская, она была последней, когда отправляли волонтеров в Мелитополь, потому что большая часть того, что могла сделать Молдогвардия, она уже сделана. И теперь больше людей будут отправлять в другие города. То есть вы достаточно ударно там трудитесь, получается. Да. А что делать-то? Да. Ну, опять-таки, я повторюсь, в разных городах деятельность разная. Завещают, собственно, условия в этих городах. Ну, что вы делаете? Я был в городе Донецке, да. Работал в Калининском госпитале. Мы с товарищами работали в приемном отделении, выполняли санитарские обязанности. То есть это транспортировка раненых по разным отделениям и корпусам больницы. Это помощь медицинскому персоналу в какой-то санитарной обработке, санитарной уборке, подготовке инструментов и средств для оказания медицинской помощи. Угу. Так. Вот. Я считаю, что опыт в крайней степени интересный и бесценный. Да. Владимир, насколько он для тебя оказался полезным? Вот. Насколько ты понял, что что-то может быть для себя переосмыслил, переоценил? Насколько ты повзрослел, наверное? Да. Да. Ну, я думаю, насколько я повзрослел, это должны сказать люди со стороны. Угу. По поводу какого-то переосмысления, после поездки и во время поездки, собственно, я лишь убедился в правильности той позиции, которую занимал еще до этого, в том, что мы делаем исключительно правильное дело. Угу. Потому что, как бы что где ни описывалось, там происходят страшные вещи. Город Донецк обстреливается буквально каждый день, и мы, условно, ходим от нашего корпуса, где мы работали, в столовую, идем обратно, каждый раз, канонада вдалеке, потому что линия фронта от города очень близкая. Вот. И так или иначе, раненые или погибшие среди мирного населения, что самое страшное, они есть практически каждый день. А мирное население, которое уже с этим ужасом свыклось, оно нам, эти люди, они нам благодарны за то, что мы туда приезжаем, и чем можем, но помогаем им. А сколько волонтеров, вот ты же, я это понимаю, из Приморского края поехал в составе, сколько у вас человек-то было? От Приморского края нас поехало 4 человека. Трое нас, студентов ДВФУ, и один товарищ Сусурийска, с которым мы уже познакомились в процессе поездки. А как происходил вот этот отбор? Я так понимаю, что какие-то критерии были, или это было исключительно вот такое-то лотерейное мероприятие? Набирали прежде всего, ну, разумеется, лица от 18 лет, психически устойчивых, тем более руководство молодых гвардии с лицами, то есть с нами, которые туда могут отправиться, было уже знакомо, и за нас в какой-то мере было уверено. Поэтому какие-то там подготовки, психологические проверки и так далее, их не было, потому что в нас уже были уверены. И знали, что если мы туда поедем, мы там уже не подведем. А вот люди здесь, волонтеры, благодарят за оказанную деятельность, будто дрова нарубить, воды привезти. К вам как отнеслись, вот к вашей деятельности? Вот, может, на каком-то конкретном примере есть что-нибудь интересное рассказать, сообщить? К нам, как, в принципе, жители города, так и медицинский персонал относился исключительно любезно, и я повторюсь, с большой благодарностью. Потому что, вот как раз-таки пример, мы работали в приемном отделении, и медсестры там были, это уже старенькие бабушки, а к нам привозили раненых, здоровых мужиков. И, ну, простите меня, как эти старенькие бабушки могут здоровых парней, военных, мужиков, порой даже снаряжение носить. Поднять. Да, поднять на носилках, куда-то переложить. Эту работу выполняли мы. Ну, и они, естественно, порой угощают нас там конфетками, шоколадками, всегда как-то поддерживали, если были какие-то моменты. И отношение в целом было прям хорошее, позитивное. Может быть, у тебя появлялась там, когда ты находился, да, это была не очень длительная командировка, но тем не менее, что ты зря там поехал, может быть, что-то увиденные картинки, ты не готов был к ним психологически, и никогда вот не было такого элемента какого-то менжевания внутреннего? Нет, такого не было. Честно, какое-то потрясение было, какое-то волнение, потрясение было только перед командировкой, потому что по факту мы ехали в неизвестность, мы не знали, что нас там ждет. И, ну, разумеется, нам придумывали себе всякого. Но уже по приезду мы убедились, что страшно, но не так, как мы себе это представляли. Все было в разы более благоприятно для нас. И какого-то психологического негативного влияния мы на себя не ощутили. И при этом получили действительно очень интересный опыт общественников, который, я так уверен, вы уже можете даже передавать другим, то есть в каких-то воспитательных лекциях, беседах или что-то. Кстати, нечто подобное о том, что еще произойдет, мы обязательно узнаем. Но, друзья, после рекламы на канале Телемикс. Приветствуем всех, кто только что присоединился к нам. Сегодня в нашей студии замечательный гость, общественник Владимир Михалев. Человек, который, ну, без колебаний, можно назвать, получил очень интересный жизненный опыт в командировке в Донецке, где выполнял обязанности волонтера. Володя, ну, съездил, посмотрел, сделал какие-то выводы и наверняка в тебе что-то появилось такое, что ты мог бы поведать, рассказать своим коллегам. Вот. Были у вас уже подобного рода встречи? Или будут? Или, может быть, вы еще пока не будете о чем-то говорить, поддержите это в себе? В рамках нашей организации, в рамках Молодой гвардии пока что каких-то семинаров, каких-то мероприятий о освещении нашей деятельности, конкретно этой командировки не было. Потому что все происходит в рамках условного тура. Отправляются несколько делегаций туда, несколько волонтерских миссий. И мы были в этом году первые из них. И как только наши ребята сейчас, как раз таки, 17-го числа, недавно, отправились по нашему же маршруту продолжать наше дело, которое мы там, собственно, и делали. То есть это перманентно такой волонтерский десант. И как долго он будет продолжаться? Продолжается он круглый год. Однако присылаются в разные месяца, в разное время от разных регионов. Сейчас вот апрель-май выпал шанс время Приморского края. Отправить туда своих ребят. Я слышал еще такое... Есть такое направление в волонтерском движении, как создание волонтерских формов. Всероссийский, краевой и так далее. Вот. У вас что-то подобное, такая история происходит? И был ли ты на подобных мероприятиях? К сожалению, в «Молодой гвардии» я еще не настолько долго. Все-таки пока что один год даже не закончился. Поэтому в таких мероприятиях я еще не успел поучаствовать. Ну, в принципе, уже предпосылки на это есть. Как там идет у нас процесс приготовления оладьи? А чувствуете, вкусно пахнет уже? Вот нос забился, уже не чувствую ничего. Одна штука, 150 рублей. Монетизируем контент. Прекрасно. Я хотела узнать, знаешь, какой вопрос? Очень интересно, как живет нынешнее студенчество. Какие цели, задачи? Вот ты выходишь на учебу, ты возвращаешься. Сидишь ли ты в библиотеке, как раньше это бывало? Или же сейчас настолько все оснащено, что под боком телефона все вот запросто? Тем более у тебя специальность такая, да, политология? Ну, прежде всего хочется ответить на вопрос про библиотеку. Потому что Дальневосточный федеральный университет нас оснастил, во-первых, огромным массивом литературы, которую очень сложно, либо практически невозможно достать в открытом доступе, которая находится как раз в этой библиотеке. И условия в этой библиотеке, они максимально располагают к учебе. Поэтому огромное... Например, чай приносят тебе? Ну нет, такого пока что нет. Все-таки библиотека, она нужна прежде всего для учебы. Это храм науки своего рода. Друзья, давайте немножечко прервемся, поскольку другие книжные истории нам расскажет. Ведущая рубрики совсем обозрела. Не переключайтесь. Тяжелую и в то же время жизнеутверждающую книгу я выбрала сегодня для чтения на лавочке. О свободе и внутренней силе человека значатся на обложке. Что же за ней скрывается? Сейчас узнаем в рубрике «Совсем обозрела». Прежде чем взять в руки выбор Эдит Евы Эггер, я много слышала о книге. Это автобиография. И если в самом начале мы знакомимся с опытным психологом, который помогает людям избавиться от оков своих комплексов и травм, то после узнаем, что сама Эдит пережила немыслимые потрясения. В юности мечтала стать балериной, но вместо этого попала с семьей в концлагерь. Родители погибли в газовой камере. Эдит и ее сестра прошли еще два лагеря смерти. 4 мая 1945 года молодой американский солдат нашел девушку едва живую. Пытки, голод, угроза смерти не сломили ее характер. После войны героиня Романа вышла замуж, поселилась в Америке, получила научную степень по психологии. И через 35 лет после окончания войны вернулась в Аушвиц, чтобы избавиться от воспоминаний о прошлом и вины выжившего. На страницах чередуются события личного путешествия с историями тех, кому психолог сама помогла излечиться. Как говорят критики, книга показывает, что мы всегда можем выбирать, чему нас учит жизнь и как относиться к происходящему. Вот несколько цитат. Свобода начинается, когда мы учимся принимать случившееся. Свобода означает, что мы набираемся смелости и разбираем свою тюрьму по кирпичику. Или не время лечит. Справляемся мы сами со временем. Выздоровление придет, когда мы решим взять на себя ответственность, когда примем на себя риск и, наконец, позволим себе избавиться от душевной боли, то есть освободимся от скорби и отпустим прошлое. И все это – вопрос нашего выбора. И еще много строк, которые заставляют задуматься и, возможно, стать сильнее. Вот такую непростую книгу я сегодня для себя и вас нашла. Надеюсь, выбор был правильным. Пожалуй, продолжу читать. Увидимся через неделю. А я вот как человек, который сейчас стоит у плиты, у меня, конечно же, сразу вопрос к Владимиру, как к студенту. Как вообще жить и все эти вопросы решаются? Готовишь? Да. Какое любимое блюдо? Курица по-филиппински. Ух ты. Вот так вот. На общей кухне готовите, да? Да, у нас на каждом этаже есть несколько кухонь в каждой рекреации. В кампусе, правильно? В кампусе, верно. Когда мы едем отведать курицу по-филиппински? Можем прямо сейчас, после программы. И сторожите ли вы ее во время приготовления, поскольку кампусы, кампусы. Какие там насчет этого правила? Приходить, ой, сторожить не приходится, к счастью, потому что если на кухню кто-то и приходит, то он приходит туда со своим продуктами и готовить обязательно, вряд ли. Как скучно вы живете, Владимира. У нас вот было, можно уйти и повернуться, а макароны и покинули помещение. Да, причем помещение было скромным. А что значит курица по-филиппински? Это травы просто там какие-то? Нет, это особенным образом замаринованная курица, обжаренная. И с мексиканской смесью, либо другой смесью овощей. В духовке она? Нет, на сковородке. И все это томленное в томатном соусе. Ух ты. Не знали мы, что ты можешь еще нам тут и еду готовить. Мы воспользовались положением. Но мы, я думаю, что возьмем это на вооружение. И обязательно его еще поварские качества проверим. И при этом, хватает ли время, собственно, на учебу? Вот с таким-то активным жизненным ритмом. Учеба, это все-таки, как говорили мне очень часто мои родители, это моя работа пока что. Поэтому основной массив времени, он уходит все равно на учебу. И прежде всего, сама учеба. А вся остальная какая-то деятельность, в том числе и какая-то обыкновенная, обыденная личная жизнь, она все-таки стоит пока что на втором плане. А все-таки есть ли время на какие-то хобби? Есть ли эти самые хобби у современного студента-активиста? К сожалению, учитывая, ну, например, лично мое положение, живем мы на острове, на кампусе, и погружены как в общественную деятельность, так и в учебу, на какие-то масштабные хобби, допустим, средневековый мечевой бой, которым, например, я раньше занимался, или страйкбол, уже времени не хватает. И к хобби сейчас можно отнести как раз-таки волонтерство, участие в молодежной организации и прочтение всех тех трудов, которые мы должны прочитать для учебы. Ну, наверное, все-таки первый курс – это когда еще ты работаешь на свой авторитет, да? То есть нужно очень много усилий прилагать именно для того, чтобы грызть этот гранит науки. Да, пока так. Ну, что ж, очень интересное, друзья, было ваше мнение. А мнение посетителей торгового центра «Центральный» мы сейчас узнаем в соответствующей рубрике. Не переключайтесь. Всем привет! С вами же дневная рубрика «Есть мнение». Владельцы дачных участков как раз в это время закупают рассаду для овощей, потому что все хотят в течение года получить полноценный урожай – помидорчики, огурчики, капустка, перчик. Спросим посетителей торгового комплекса «Центральный» рассаду, каких овощей они покупают. Ой, да всех! Капусту, картошку, потом, что там, горох. Ну, это, конечно, не овощи, но тоже. Пока не покупаю никаких, потому что сажать негде. Нет, я не покупаю. Я не занимаюсь рассадой. А почему? Наверное, у меня еще возраст не пришел. Когда я стану такой уже бабушкой, я буду заниматься рассадой. Никаких, потому что я не одоротник. Так, хорошо. Какие? Редиска, петрушка, укроп, лук, чеснок, как бы. Мы благодарим торговый комплекс «Центральный» за помощь в организации съемки. Друзья, ну что ж, наступил волнительный момент дегустации. Почему волнительный? Потому что я, наконец-то, думал, что этот заливной азоситрины похожее. Гадость, ваша заливная рыба. Да. Будет таким же, как и то, что я пробовал там лет 20 назад. Ну да, я думаю, будет вкусно. Ну, вы попробуйте сказать что-то по-другому, ваше дело не пойдет точно не так. Мы, это я и вот наш гость Владимир Михалев, человек, которому активная жизненная позиция уж точно не воспрепятствует угоститься у нас нашим блюдом. Настолько активно, что он к нам прибыл из Владивостока. Да, и уже, кстати, торопится обратно, говорит, извините, очень много дел, недопрочитных книг сотни. Спасибо, что приехал, было очень приятно пообщаться. Спасибо вам, что пригласили. И вообще круто, когда ты разговариваешь. Тебе 17 или же 18? 18. С 18-летним юношей настолько он грамотно излагает мысли. Я бесконечно слушала и думала, молодец. Вот поэтому мы желаем тебе на этом вот исключительных успехов, чтобы ты действительно приобретал полезный опыт, использовал его. В конечном итоге добился самых-самых-самых высот и угостился нашими заливными. Это мы будем делать за кадром. А ладушкой. А зрителям нам осталось сказать всего доброго. До скорых встреч в эфире. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова